Закончилось. Можно будет Павлу задать еще вопрос, он у нас остается. Открывать диапазону тоже. То есть компания Пиксель у нас нишевая компания, скажем так, они себя представляют как свободные художники, где-то даже бессеребреники, но в конце признались, что делают деньги на дешевые вещи, на организацию. То есть я бы, наверное, тогда провел такую налогию, то есть они продают дорогие машины с небольшой наценкой, а потом зарабатывают на них техническом служиве в течение дальнейших лет. То есть хорошо, красиво продали, красивая машина, и клиент не уходит, возвращается, возвращается за новыми проектами, продуктами и так далее. То есть ориентированы, в общем-то, на длительную работу с клиентом. Но для этого, да, нужно иметь личную какую-то хоризму, авторитет, имеется в виду руководителя, и самих продажников и так далее. Плюс на работать, в общем-то, авторитет. То есть у них совершенно своя стратегия на рынке. И, насколько я, рынок знаю, IT, рынок, то есть есть подобные компании, но если взять по общему количеству, то есть таких компаний меньшинству, большинству придерживаются другой стратегии. Нельзя сказать, какая неправильная или неправильная, каждому, в самом деле, одна в общем-то, своя. Так, переходим к следующему докладчику. Дмитрий, управляющий партнер компании RedBatt. Я, насколько понял, тут немножко другое направление IT бизнеса. То есть у нас сфера IT, она не ограничивается, только лишь создание спонтакса и интернет ресурсов. Дмитрий расскажет о... Да, Дмитрий, спасибо. Ну, смотри, я сейчас занимаюсь венчурным инвестированием, и я могу в том рассказать, что это такое и как это работает. Но, по-моему, правда я вижу много людей, которых еще раньше не видел, да? Но у меня ощущение, что с тем венчурным инвестированием я уже, наверное, там, третий Климбурга охватил. Поэтому я сегодня расскажу про компанию Nauman. Кто не слышал про компанию Nauman? Я точно слышал. Супер. Вот. А сегодня услышат все остальные. Значит, это компания, которую... Я с еще небольшим количеством людей, на самом деле там был основной инвестор, я не был в тот момент инвестором еще, делали, начали делали в 2001 году. То есть компания стартовала в 2001 году, 5 человек, включая там вот инвестора, который сказал, что мне интересно позаниматься разработкой программного обеспечения в сфере бизнес-бизнесу. Кто знает то, что такое бизнес-бизнес? Ну, там, B2B, C2C, да, вот представляете, да? В принципе, вот коллега, он тоже делает в сфере бизнес-бизнесу, ну, просто там немножко другого плана решения, да? И базовая модель бизнеса была вообще такая, что давайте мы будем делать программное обеспечение, open source, то есть бесплатно будем раздавать, а деньги будем зарабатывать на услугах. Это как раз там 2001 год, когда там очень шумно Linux выходит, там выходят различные другие вещи. И вот базовая идея была такая, что мы сейчас сделаем продукт, ERP-систему, которую будем раздавать бесплатно, а на услугу будем зарабатывать и будем стоить так же, как там Linux, там, ну, там Red Hat и так далее, другие компании. Вот. Ну и, в общем-то, мы начали с 5 человек, как обычно начинается бизнес там с снятого офиса в квартире, хотя денег, в общем-то, хватало, потому что инвестор там купил сразу большой офис на вайнера, там дом до сих пор ему принадлежит, там были повешены люстры там по 3 тысячи долларов, там, и у нас все так классно началось, да, причем к нам начинают приходить клиенты, мы клиентам говорим, так, парни, подвиньтесь, мы тут программный продукт пишем, вот когда мы допишем, тогда придете. Ну и первый год, в общем, мы никому ничего не продавали. Мы такие очень умные, знаем, что нашим клиентам надо, слушать их не обязательно, деньги нам инвестор платит, мы расслаблены. Ну, прошел год, мы начали что-то продавать, продажа как-то идут, ну, есть там план, да, там, чтобы выйти на безубыточность, он как-то не выполняется, ну, и вот так как мы шли, 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 где-то года через полтора, буквально там в день выдачи зарплаты инвестор приходит и говорит, слушайте, я тут женой посоветовался, она сказала, что мы очень много денег потратили на это все, вот, зарплаты не будет. И, ну, история была там, ну, она понимает, что там 2002 год, да, то есть там деньги долларовые не те, какие сегодня, но там порядок цифр был примерно такой, что мы весело сжигали в месяц примерно там 50 тысяч долларов, а зарабатывали 25, причем у нас было уже там человек типа 40, ну, там, вот такая цифра уже немаленькая, откормленная компания была. И случилось следующее, что мы очень быстро, во-первых, поняли, что в Екатеринбурге продавать невозможно программные продукты такого уровня, ну, почему, потому что если смотреть вообще на рынок России, то Екатеринбург там, ну, процента 2-3 от всего ИТ рынка России, ну, а если дальше продолжать, да, то Россия это где-то 1% от мирового рынка, то есть на самом деле она была вообще идти на мировой рынок, но мы до мирового не доехали, поехали в Москву. С Москвой тоже интересная история, да, то есть производство здесь, в Москве продажи, в Москве 80% денег, мы сначала туда не поехали сами, наняли продавцов, продавцы московские, они там месяца 3 попродавали, встали и ушли, наняли следующих, они еще месяца до продавали, встали и ушли. И, в общем, ситуация закончилась тем, что просто человек 10 из компании снялась и уехала туда жить. Денег у нас уже не было, поэтому мы сняли там какую-то квартиру, в этой квартире там как-то джики заселились, то есть это была трехкованная квартира, в которой там в разные моменты жило там до 11 человек. Ну, представляете, там по 3-4 человека в комнате, да, причем официально там снимал ее один человек и там раз в месяц, когда бабушка с дедушкой приходила за деньгами, все, значит, выходили на улицу, там покурить, погулять, складывали чемоданы, там койки и так далее. Бабушка с дедушкой смотрели что-то, один молодой человек снимает квартиру, ждет, когда у нее жена приедет из Еленбурга, заходили в туалет, их, наверное, удивляло там два стерлона в туалетной бумаге, ну, в общем, все счастливо шло. Вот, и, в общем, пришлось ехать в Москву, то есть тут как бы, если говорить про какие-то сферы бизнеса, то просто даже если, допустим, пойти продавать что-нибудь на уровне автоматизации бизнеса в трудом-биологическую компанию там, то все, сразу в Москву, потому что решения принимаются там. Ну, это объективность России на рынке, на Еленбургском можно что-то зарабатывать, но вот я знаю, допустим, коллеги, Сайдсофт, да, там, это мой хороший знакомый, у них тоже такая же история, да, там, несмотря на то, что они сейчас цифрами меряются на России, на Еленбургском рынке, то есть где-то там, не знаю, в топ-5, ну, вы, наверное, лучше знаете, да, но у них сейчас процентов 40 рынка, это обслуживание московских заказов. В общем, пришлось приехать, денег нет, как-то надо людей демонтировать, то есть, ну, у кого-то была мотивация уже на процент, да, то есть там, условно, кто-то получил долю в компании, кого-то интересовало просто то, что, ну, я полтора года потратил, вкладывая в какой-то продукт, а теперь просто его выкинуть, что ли, ну, как-то грустно, да, там, тем более ты веришь в свой продукт, то есть ты уже бежишь такой, набрал обороты и хочешь дальше добежать. Вот, и кто-то верит в продукт, но, в принципе, в этот момент пришлось сыграть такую вещь, как опционы. То есть, кто-то получил опционы на владение компании, кто-то получил опционы более хитрые, опционы по, ну, собственно говоря, просто по доходу. То есть, что это значит? Значит, что, допустим, мы говорим, что вот там Петя Иванов, очень хороший сотрудник, и мы тебе выделяем опцион там в полпроцента оборота компании. Допустим, сегодня компания имеет оборот там 10 миллионов, и вот твой опцион привязан к этому обороту, да. Если через 3 года, когда опцион будет как бы выкупаться обратно, да, и компания будет иметь оборот уже не 10 миллионов, а 100 миллионов, то ты претендуешь на разницу между полпроцентом сегодня и полпроцентом через там эти 3 года. Ну, то есть, словно, вы можете посчитать, да, что полпроцента там во 100 миллионов, ну, это типа там 500 тысяч, ну, и какая-то цифра, да. Ну, мы, конечно, думали, что это будет не 100 миллионов рублей, а 100 миллионов долларов, поэтому как бы все по-другому считалось, но объективная реальность оказывается другой, но опционы раздали, и потом их на самом деле выплатили, кто-то получил там в этих опционах там по 100 тысяч долларов, кто-то по 200, ну, то есть, цифры в итоге были немаленькие, но там ожидания были, конечно, там, как у сотрудников Яндекса. Вот. Причем там всякие, вообще, старт продаж вот в B2B очень тяжелый, потому что есть проблема курицы или яйцо. Тебе приходит компания и говорит, что продаешь? Я продаю CRM-систему. Хорошо, а кто клиенты? Ну, мы ее только что написали. А, ну, короче, когда ты расскажешь, что у тебя клиенты, кто ее использует, мы придем и купим. А пока иди-ка бы и тренируйся на кошках. И основная проблема вот в этом, да, что у тебя нету референсов, пока нету референсов, ты не можешь продавать. Ты не можешь продавать, пока нету референсов. И вот как бы это все очень тяжело раскручивается. Причем крупная компания, понятно, не купит, да, то есть нельзя прийти, там, не знаю, в Газпром или еще куда-то и сказать, я вот продам. Ну, только если у тебя, конечно, там, не знаю, папа акционер главный в Газпроме, тогда можно прийти. Но, к сожалению, у нас ни у кого не оказалось родственников в Газпроме. Мы начали просто треночную историю вот так вот раскручивать очень долго, упорно. И большинство людей, которые нас покупали, это фактически были либо маргиналы, либо люди, которые хотели рискнуть. Тут есть два направления, да. То есть направление, когда ты пытаешься сократить внутренние расходы компании, ну, условно, вот один из продуктов компании, это сервис-деск. Это система, которая автоматизирует службу информационной технологии. И ты говоришь, вот смотрите, у вас сейчас затраты там на вот это все там, допустим, 20 миллионов, мы сейчас это внедрим, у вас затраты там на 2 миллиона будет дешевле. И вот здесь решение принимается трудно, да. А есть другая система там компании, ну, на самом деле, продуктов достаточно много. Это колл-центр. И там идея такая, что люди планируют строить бизнес. И они говорят, мы сейчас посадим 500 человек в колл-центр, будем обслуживать там, допустим, Сбербанк, Росбанк, будем зарабатывать на этом. И на чем мы можем стартовать, да? Мы можем стартовать на там системах от Циска, которая стоит 3 миллиона долларов. Можем стартовать на системы Отавая, которая стоит 1,5 миллиона долларов. Или можем стартовать на системе Отнауми, которая стоит 500 тысяч долларов. Соответственно, когда я начинаю бизнес, я понимаю, что у меня есть риски, что на самом деле бизнес не пойдет. И лучше не выкладывать сразу из кармана 3 миллиона. Если у меня есть предложение на 1,5, то вот, как бы там, а еще лучше на пол, то это еще лучше, да? А если можно в аренду, то еще лучше. А если я знаю, что эти ребята раньше ничего не делают, ну, то есть я у них один из первых клиентов, а, так я их могу с 500 тысяч утопать там до 100 тысяч долларов. И фактически для тех людей, которые начинают бизнес, вот история с такими компаниями, она привлекательна, потому что они могут за, вот, практически за еду у этих людей взять то, что им надо, то, что им бы пришлось покупать, там, у циски за, там, много миллионов долларов. Вот. И фактически первый заказ были именно такие, когда, там, мы работали за еду.